У моего отца был фильм «Вера и правды» про архитектора. И, собственно, про разные виды конформизма. А я вот думаю, что на самом деле, почему и гибкость, и почему вот Григорий Ревзин с его жесткими довольно убеждениями заседает в какой-нибудь комиссии по Сколково, там еще что-то. А потому что, на самом деле, в архитектуре нон-конформизм невозможен, потому что строить надо. Максимум нон-конформизма в архитектуре. Это, собственно, была бумажная архитектура. Ну, 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 один вариант. Конформизм уже в том, что ты должен иметь дело с заказчиком, с подрядчиком. Я уж не говорю про властителей, у которых бывает такой ярко выраженный вкус. Нет, я все понимаю, но надо сказать, что если властителям выдавать свои плюсы, то плюс им надо выдать именно в этом смысле. Потому что они терпят исключительно умную и остроумную Гришину критику своих действий. Добрый вечер! В эфире программа «Школа злословия», в которой участвует Авдотья Смирнова. Ну, Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня уже не первый раз Григорий Ревзин. Здравствуйте. Журналист, историк архитектуры, критик. Я не знаю. Ну, спец по всем вопросам. Ну, дилетант. Григорий, раньше вы были известны своей полемикой с городостроительной... В частности, известной, да. Ну, в частности, да. Широкой публике с городостроительной политикой Лужкова. Сейчас вы стали признанным экспертом невольно, я понимаю, что без всякого вашего желания, по теме «Москва без Лужкова». Но, на самом деле, разговоры бесконечные просто про Москву как таковую, да, они интересны только москвичам, а совершенно не всем. А вот о принципе, да, когда приходит новый градоначальник... И разрушает город, верно ему. И начинает... Вот этот принцип вообще-то как бы важен всем, как он работает в России и что с ним происходит, да. Потому что вот то, что произошло в Москве с этой самой плиткой, да, а потом, когда выясняется, что все это надо будет вскрывать, потому что будут менять коммуникации. Это что вообще? Кто на сегодняшний день, что бы то ни было, решает в облике большого города? Ну, у нас схема не изменилась, то есть у нас по-прежнему все это решает градоначальник. Один человек. Ну, понимаете, это же царская схема, то есть решает много народу. Но они просто приходят к нам и говорят, мы так решили. А он говорит, да. И все равно получается, что это его решение. А если бы он сказал нет? И прошло бы. Ну, это... То есть плитка, это не он придумал, не Собянин придумал, а это... Ой, ну с этой плиткой, конечно, мука какая-то. Понимаете, у нас люди очень, ну, вообще к архитектуре относятся и к кубику города как к беде. Поэтому, если в нем что-то происходит, то это как бы такое усиление беды. Ну, вот она вообще есть, а тут еще сильнее стало. Ну, в принципе, ну что вот в плитке такого уж прямо ужасного? Ну... Хожу. Да. А, у вас, ну да, я понимаю. Кубики. Хотя... Нет, ну, я вот четыре месяца отсутствовала и жила в Берлине, там я преподавала. И там очень много разного мощения. Там исключительной красоты мощения улиц сделано. Там несколько видов плитки, несколько видов камней, несколько видов диабаза. Очень красиво, с вкраплениями каких-то стекол узких, которые ночью светятся, например, там, синим каким-то светом. То есть там установка на художественность. Здесь я вижу, что это неквалифицированные рабочие кладут поверхностную, плитку какую-то, очень криво. И видно, что она ни на глубину не идёт, ни выработана, например, техника обхода люков. Вы все видели, что на подходе к люкам, как бы, мысль замирает. И там идёт грязь между последней плиткой и люком. И между вот этими обводами бордюрными. То есть плитка не доходит. Ну, правильно ли я понимаю, что у вас, так сказать, претензии по технике укладки этой плитки? Не к самой плитке, а как бы, ну, плохо укладываю. Ну, то есть, понимаете, они их укладывают по технологии. Там всё равно, соответственно, нет, там почему нет? Там три слоя. Там, соответственно, есть подоснова. Значит, это гравий. Дальше туда кравий, это песок, который должен туда воспринимать всю воду. И поэтому плитка, ну, в отличие от асфальта, она лужу не держит, да? Она её внутрь впитывает. Григорий, у нас совершенно нет вот этих претензий, что зачем вообще поменяли, там всё понятно. Я вот пытаюсь понять, потому что меня-то поразил механизм именно вот этот вот, что сначала новый градоначальник заявляет о себе какой-то громкой, очень тотальной акции. Хорошо, пусть будет плитка, почему бы и нет. А потом выясняется, что он собирается ещё менять коммуникации, и всё, что сейчас спешно положили, будут заново вскрывать. Это не очень сложная ситуация с плиткой, это как раз не очень сложная ситуация, потому что плитка легко поднимается, легко опускается. Особенность плитки в том, что её можно перекладывать очень часто, и она от этого становится только лучше. Ну, претензии к укладыванию плитки, наверное, есть. Понимаете, это технологическое изменение. Были ванны крашеные, стали с кафелем. Были из асфальта, стали из плитки. Ну, были в землянках, теперь живут в страшных этих самых турецких домах. Но она, не знаю, меня она так не раздражает. Вот, как большинство москвичей, я как-то смотрю, ну, что, плитка, приятно. Да, понимаете, это всё как бы дольче и габана, изготовленное в Турции на базаре. Вот, да, так выглядит это так же. Да бог с ним с плиткой, но это же... Это интересует только москвичей. У меня, кстати, от Турции, в Турции огромные прям, ну, все города уложены плиткой. Очень красиво. Но не так. Очень хорошо. Там прям мы оцениваем. И, кстати, качество изготовления вполне. Скажите, есть ли какой-то способ, да, перейти к какому-то новому методу управления городами, чтобы облик города не зависел напрямую от вот фамилии решения одного начальника. Потому что я вот сейчас была сейчас в разных совершенно далёких городах. И когда спрашиваешь, а это вот что за ужас тут вот стоит, а почему вот здесь вот так-так-так идёт, да, и вдруг начинается какой-то совершенно другой кошмар. А это наш новый мэр, вот. Вот он решил, вот он поставил. И так отвечают в самых разных городах. Ну, вы имеете в виду российских или по всему миру? Российских, российских, конечно. Ну, такой способ есть, он хорошо известен, но это такие прописи, которые как-то стыдно повторять. То есть выборность мэра, там, раз в четыре года, всё это прекрасно. Правильно, но когда у нас была выборность, мы выбирали Лужкова, и было всё то же самое. Выборы — это интерактивная система. Они воспитывают не только мэров, но и избирателей. И если их повторять достаточно часто в течение долгого времени, то это улучшает, и избиратель тоже, он тоже начинает на что-то обращать внимание. Хорошо. Но эти способы совершенно для нас негодящиеся, поэтому человек, собственно, даже рассматривает. А, ну, задавать вопрос, понимаете, у нас феодальная система. То есть это мэр города, это человек, поставленный на кормление в этом городе. От, так сказать, дружины. Да, от княжеской дружины, вот ему дали город на кормление. Но как же можно при этом надеяться, чтобы образ города на него не завиделся? Послушайте, ну, с этим же можно, нет, ну, с этим же можно как-то коммуницировать и на это влиять. Вот, например, когда Лужкову сняли и Собянин пришел, я по вашим текстам видела, что вы находитесь в фазе такого оптимизма некоторого. Ну, слушайте, у нас были, как бы сказать, такие простенькие просьбы, да, или там простенькие, не знаю, там, гневные какие-то претензии. Их было легко снять. И он их все снял. Какие? Ну, как сносы прекратились, строительство. У него было, вот Юрий Михайлович ему оставил, значит, порядка трех тысяч инвестиционных контрактов по центру. То есть это три тысячи новых зданий в центре города, да? Три тысячи? Три тысячи. При той тесноте, которая сейчас... Да, 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 там были потрясающие цифры. Вы знаете, общее количество инвестконтрактов, которое у нас было заключено, это было практически равно той площади Москвы, которая сегодня существует в количестве квадратных метров. А те люди, которые внесли, извините за природу, те люди, которые внесли, их деньги пропали в Юрия Михайловича. Они не озверели, они не идут искать, где Юрий Михайлович? Они могли бы озвереть, но тут нас спас Кривис. Понимаете, эти люди очень ослабли с 2008 года, поскольку они, в свою очередь, все были закредитованы от разных банков. И кроме того, Юрий Михайлович так устроил инвестиционную жизнь в Москве, что это люди, ну, это не совсем абстрактные люди. Это те же чиновники его администрации, только выступающие в роли инвесторов. Поэтому они, с одной стороны, были как-то, ну, финансово не вполне состоятельны, потому что очень закредитованы, отдавать нечем. А с другой стороны, единственный способ получения дальнейших денег для них было остаться как-то в этой администрации. Поэтому особенно они тоже не скандалили. Вот. Какая прелесть. Это вот прессы феодального управления. То есть в нем действуют механизмы несколько неожиданные, но вообще довольно эффективные. То есть рать не бунтовала, потому что надеялась на дальнейшие куроры. То есть и продолжает надеяться. Вот. И свое, так сказать, отберу. Ну, были какие-то отдельные эксцессы, там, типа Казихинского переулка, да. Но, в принципе, вот в основном люди как-то с пониманием отнеслись к изменению политики. И правильно они к этому отнеслись с пониманием. Потому что не подвел новый князь, он отхватил от соседа, от Громова территорию в 2,5 раза больше, чем Москва. Теперь ее можно опять, ну, как бы сказать, делить. Наполнить инвестпроекты. Да. Ну, в общем, ей можно опять управлять. Да. И, в общем, перспективы людям нарисованы. И даже такие большие, что они в некоторой растерянности, потому что они не знают, что теперь с этим делать-то. Да, там, ну, какие поля, какие леса, реки, аэродромы. Леса поджечь, реки замусорить, это очевидно. Очевидно, но как бы финансовые схемы пока не выработаны. Что делать, понятно, непонятно, как, так сказать, как работать. А я подождусь с нашей стороны населить эту территорию древлянами, чтобы они кое-кого поймали и кое-кого там... Может, лучше сразу полокцы. В баньку, я предлагаю. Да, да, да. Полосы набежали и пришли. А эти должны быть укоренены. Как относитесь к вот этой вот истории с областью московской, с расширением Москвы? Ну, я, знаете... Анебризмы Москвы. Так же, как вот просто московские чиновники, я нахожусь в растерянности тоже, потому что я не понимаю, что делать и вообще, как к этому относиться. Понимаете, есть две совершенно разные стороны этого дела. Одна заключается в том, что Москва, вот город, в котором мы живем, он, чего пока как-то не очень осознанно, он превратился в то, что называется глобальный город. Значит, это типология городов, которая там, ну, с 80-х годов определяется, и в которых они в большей степени связаны с миром вообще, чем со своей территорией. Она, в общем, больше не является, так сказать, ну, столицей нашей Родины. То есть отношения, ну, москвичи, там, статистически, они больше бывают, там, в Европе, там, не знаю, в Лондоне или на Сейшелах, чем в Калуге или, там, в Троицке. Ну, вот как бы они туда не ездят и не очень с ним связаны. Вот, есть основные характеристики этих самых глобальных городов, они довольно активно изучаются, начинается, там, с денег, там, 80% денежного потока связаны не со страной, а с мировой экономикой. Это у нас, пожалуйста. Значит, вообще глобальный город – это пересечение финансовых, торговых, идеологических, этнических, технологических потоков, которые вот со всем миром связаны. У нас это все налицо. Особенно у нас, вот, хорошо с финансовыми и этническими потоками, тут, как бы, довольно бурно все происходит. Причем, это конфликты, которые здесь возникают, они совершенно одинаковые, там, что в Лондоне, что в Сингапуре, что в… Вот это свойство глобального города. Потому что, когда появляется глобальный город, он же появляется на месте чего-то, и жители, которые здесь жили, они, для них это некоторая неожиданность и чаще неприятность. Потому что они себе жили и жили, а тут вот на тебе. Вот, поэтому нужны какие-то другие люди, которые бы обеспечивали его функционирование. То есть, кто-то должен мыть эти самые бизнес-центры, окна, кто-то должен, там, товары носить, там, ну и так далее. Да, всегда появляется пришлое население, и, как правило, из менее развитых стран, которые вот готовы на эту такую сравнительно тяжелую работу. И у него всегда конфликты с местным населением. Это, как бы, мы здесь ничуть не отличаемся. Понимаете, глобальный город везде требует себе, как бы, ну, некой территории, которая его питает. Да, и такого рода подчинение прилегающей территории произошло во многих странах. Не везде, но, тем не менее, возник большой Лондон, большой Париж. К Риму вот прирезали кусок, туда дативали. Значит, ну, к Шанхаю просто огромную территорию прирезали, которая, как бы, ну, что значит прирезали? То есть, это вопрос управления вот прилегающей территорией со стороны городских властей. В европейских странах, то есть, если говорить там про Берлин, то это более сложный процесс, переговорный между землями вокруг Берлина и вот самим городом. И там это отношения договорные, они куда более цивилизованы. Ну, где-то просто прирезают, действительно, и тогда муниципалитет управляет этими территориями. Но у нас, поскольку ситуация феодальная, то есть, я никак не могу найти людей, которые бы приняли это решение. Вот, все-таки, кто из экспертов, из, ну, какой-то научный институт или городостроитель, кто-нибудь, вот, расскажите. Они все говорят, ну, нам пришли и сказали, что вот теперь будет так. Значит, дело в том, что получилась очень странная система. Нет, в Москве ведь нет частной собственности на землю, за исключением четырех конкретных мест. Все по суду, через долги, там довольно сложная система приватизации. В основном, все аренда. А там сплошь частная собственность. Как с этими частными собственниками быть, это не совсем понятно. Ну, то есть, это просто они захватили страну с другим хозяйственным укладом, да. У нас, как бы, ну... Не впервой? Да, не впервой, но это всегда конфликт. Да. Это, знаете, как присоединение Польши к России. Да, то есть, это какая-то такая Эстония наша, да? Да, то есть, нам привязали страну. Хоть в ужасную Эстонию. Ну, где вот есть свои дворяне, у которых, собственно, это все в собственности, да. Теперь их как? Надо или их победить, там, или с ними договориться. Курляндские герцы. Да, это такой сложный процесс, который вот чреват... Поселить при дворе, а туда, значит... Ну, как, вот они должны или... Ну, то есть, чтобы строить теперь жилой квартал, там, ну, не знаю, там, в каком-нибудь, там, в деревне Собакино там есть, или там, не знаю, Плешивцево, оно принадлежит кому-то, да. То есть, надо с ним как-то договориться. Это его частная собственность. И мужики его? Мужики не его, мужики, ну, для того, чтобы он... Там сложная система, в общем, он, поскольку это купил как колхоз, то, ну, или совхоз, да, то, чтобы у него это не отобрали, нужно, чтобы мужики работали. Да, или мужики его? Поэтому он им платит, чтобы они сделали вид, что они работают. Продукцию, она не нужная. То есть, ну, ее некуда девать. Только не сжата полоска одна. Да, их единственный смысл, это в обеспечении легитимности самого владения, да, вот, другого нет. Поэтому они там, например, пять мужиков содержат одну корову, ходят к ней, гладят ее, ну, как-то так. Вот, но, тем не менее, сельскохозяйственная деятельность налицо. Гладить корову, сельскохозяйственной деятельностью. Вот, ну, с ними надо как-то теперь взаимодействовать. Как, никто не знает. В свою очередь, они тоже ничего не знают. И очень испуганные. Потому что раньше у них были планы, но это, поскольку это лендлорды, то это очень такая консервативная публика. И они, в общем-то, они такие собакевичи. И к нововведениям они не очень. Ну, как бы, у них есть капитал, вот, земля. Она еще, к тому же, имеет такую замечательную тенденцию за год дорожать, ну, в среднем на 20%. Или ничего им больше не надо. Но у них были такие вялые мечты, вот, построить мост к соседу, или, может, какую деревню, и потом ее кому-нибудь продать. А теперь, поскольку это принадлежит Москве, то непонятно, можно строить деревню или нет. Это как бы, теперь будет Москва, или все-таки это будет как бы деревня подмосковная. Как она должна, к примеру, выглядеть, эта деревня? Сколько этажей в доме? Какая плотность населения? Они ничего этого не знают, но и в Москве тоже этого не знают. Поэтому там всякая хозяйственная деятельность вообще остановилась. Просто ничего не происходит. Они ждут. И ждать, я думаю, будут год-три. Скажите, а известно что-нибудь вообще об архитектурном, например, вкусе товарища Собянина? Товарищ Собянин, нет архитектурного вкуса. Вообще, наличие архитектурного вкуса, это большая редкость. Нет, ну хорошо, Юрий Михайлович был архитектором. Вот именно. И редкость даже в связи с Юрием Михайловичем. Вот смотрите, у нас же до этого никогда не было, чтобы городоначальник у нас определял. У нас была там архитектура сталинская, архитектура брежневская, архитектура хручевская. Архитектура лужковская, она не ельцинская и не путинская. Потому что у него был очень активный интерес к архитектуре. Он прям фанат был этого дела. В принципе, Счалус, можно сказать. Ну да, он что-то и со временем он чувствовал себя увереннее и увереннее в этом вопросе. И даже разве что уж не рисовал. А то, ну так больше словами. Но тем не менее, многое определял. А у Собянина, по-моему, интересы такие более... Ну, он же такой управленец Сибири. То есть, ну, если они есть, то это как-то, ну, энергию, там, трассы провести. Вот такое городское хозяйство, скажем так. Вот. А так, чтобы что-то построить, красивые таких идей, по-моему, нет. Главное, чтобы не было идей у питерского мира. Мне кажется, город Питер практически сохранился совершенно нетронутым. Вкрапление неприятностей устроенных в Матальянке, оно минимальное. Мы же не знаем, что там еще было заключено. Один процент, там, от общей застройки. Нет, у нас очень маленький городок, вообще-то, Питер. Какой маленький? Маленький. Его историческое ядро в пять раз больше, чем московское. Да, это крупнейшее историческое ядро. Но в нем-то повреждения сделаны, не считая того, что горизонты. Нет, там больше, Гриш, вы давно не были. Гриш, там очень много, очень много. Очень много жастого. И там губятся горизонты. Например, совершенно спокойно, там, даже независимо от этой кукурузины, которую сейчас решили превратить в П и поставить в гавани, независимо от этого. То, что они делают на выборской стороне, там кинг-конги растут. Они наваливаются на историческую. На Васильевском происходит очень мало. Да, повторяю, один процент. Это вот надо понимать. Так это такой процент, который может раз и убить все остальное. Нет, не может. Может? Не нужно. То есть, совершенно не одобрял этой части деятельности Валентина Ивановна. И совсем не являюсь, как бы сказать, поклонником Петербургской архитектурной школы. Она гораздо хуже московской. Значит, вот потому, что они произвели. Но, тем не менее, вот эти настроения апокалипсиса в отношении Питера не оправданы. Там есть что жалеть здесь уже нет. Это уникальный город, сохранивший свою структуру историческую на состояние дореволюционной. Согласна. Просто она видна. Так это же и есть драгоценность. Да, это и есть драгоценность. И эти желания там запахивать вновь открытые раскопки древнейшего места, вот этой самой крепости, настроение архитекторов. А давайте все это зароем, испортим, порушим. Значит, там есть вопрос просто хозяйственной модели. Значит, у нас Юрий Михайлович придумал эффективную хозяйственную модель для мэра. Вот не для федерального человека, а для мэра. Она заключается в том, чтобы расчищать территорию в городе и продавать ее людям. Расчищать ее от жителей и от застройки, и потом продавать. И оказалось, что это дико... Выгодно. Выгодно. Что это работает просто как клондайк. Совершенно так же, как вот прям московская территория, она аналог нефти и газа. Да, вот просто из земли рождаются деньги. Причем ее отдельная прелесть заключается в том, что поскольку это продажа людям, гражданам, она генерирует огромное количество кэша. Поэтому это вообще не учитывается в бюджете города. То есть это такая потрясающая история, когда мы смотрим, что вот в год Юрий Михайлович сам рассказывал, что он сдает нам 5 миллионов квадратных метров площади. При этом доходы он от этого получает, ну так, как будто он продает по 100 долларов за метр. Вот в бюджете они стоят по 5 тысяч, ну в среднем, да, продается по 100. Вот столько получает бюджет. Остальное это кэш, который вот куда-то идет, непонятно куда, вот как-то вот. И это всем страшно понравилось. И все хотели такую же модель во всех городах внедрять. Но она очень плохо внедрялась, потому что люди не покупают. Другой хозяйственной модели для этих городских властей в России нет. Это серьезная проблема. Потому что, ну если брать европейские хозяйственные модели, они заключаются в том, что люди платят налоги с недвижимости, которой они владеют. Большие. Это ведет к некоторому осложнению отношений с гражданами. Чего бы не хотелось. А как без этого получать? То есть ты владеешь городом, но при этом не владеешь им. Как тогда деньги получать? Никто еще не придумал. Тут вот есть некоторые, я бы сказал, недоработки феодализма. Потому что в нормальной ситуации, ну как, у тебя есть дружина, у тебя есть богатые люди на твоей территории. Они приходят и говорят, надо делиться. И это просто идет в карман князю, ну то есть в его казну. Это нормальная ситуация. Но у нас, поскольку все-таки, ну не совсем введен этот феодализм. Это просто еще какой-то безобразный. У нас феодализм плохой. Да, безобразный разбой ранний. Гриша, мне очень нравятся ваши вот эти теории и картины. Просто очень красиво. Ну вот я думаю. Вот в современном мире, да, есть западная модель общества, да, которая развивается по интенсивному пути, да. Есть Восток, ислам, там, как угодно. Арабский мир, который живет в другом летоисчислении, да, и у которого свое совершенно какое-то достаточно молодое средневековье. И есть мы, которые официально живем по западному летоисчислению, но вот мы живем сейчас в этом самом раннем феодализме. Как нам коммуницировать с вот этой внешней цивилизацией западной? Ну а как, вы удачно коммуницируете? Вы-то. Ну, видимо, это наоборот проходит. Почему? Вас разве ограничивают? Нет, я просто, не-не-не-не, я просто думаю, что все эти слова... По поводу модернизации, инноваций, там, и так далее, и тому подобное, связаны именно с тем, что это не называется, там, отставание, и так далее. Это просто расхождение некое историческое, совсем по разным углам. Да, модернизация, то есть про модернизацию ничего не могу сказать. А что касается инноваций, то, понимаете, нам рассказывал Сурков, да, что в чем проблема инноваций. В том, что для них нет рынка. Ну, вообще говоря, это серьезная проблема. Это означает, что никому не нужен, что нет рынка. То есть нет людей, которые в этом видят ценность. Ну, как, а как тогда их создашь? Понимаете, ну, это как, я не знаю, там, ну, там... В смысле, у нас внутри страны нет. Да, у нас внутри страны нет. То есть на самом деле у нашего бизнеса нет... Им не формируется заказ на инновации? Нет, конечно. То есть они не хотят ничего производить? Почему? Мы даже хотим что-то производить, но нам и не нужны никакие инновационные технологии. Ну, хорошо. Ну, давайте возьмем, там, пример строительства, да, например, там, шлакоблоки с воздухом, да. То есть это довольно интересная система, которая вот разработана, там, примерно с 80-х годов, когда вы пускаете под высоким давлением воздух в массу бетона, образуется такое что-то похожее на, ну, коралл, скажем, да, у которого много пустот. Это очень устойчивый материал, очень дешевый, ну, потому что вместо целиком массы, у нас там масса. И он еще довольно крепкий и отличные у него характеристики по теплопроводимости, потому что воздушная эта штука. Значит, есть немецкие заводы по производству этой штуки. Их обслуживают два человека. На заводе работают два человека. С той же самой емкостью есть китайские заводы. Ну, то есть для одного цеха, вот, этих двое, этих будет 80. Значит, производят они одинаковую продукцию. Она одинаковая по качеству, совершенно никакой разницы. Вопрос, какая из них нам нужна? Там, где 80 или там, где 20? Значит, понятно, в чем, там, где 80, она, конечно, сама установка гораздо дешевле. На порядок. Теперь вопрос. Значит, два, но очень умных, которые, там, прекрасно образованных человек, это, очевидно, должны быть москвичи, которые при этом, ну, там, или люди с высшим образованием, которые работают на заводе. Их довольно трудно найти. И вообще, в Москве очень дорого располагать завод. Его гораздо лучше отвезти, ну, я не знаю, под Воронеж. Вот там гораздо лучше привезти туда, ну, или местных 80 найти, или 80 таджиков привезти. Они вообще по копейке за пучок, да? Они очень-очень дешевые и рабочие. Значит, нам нужны технологии. Не последние. А пред. А предпредпоследние. И покупаем мы их в основном вот как раз в Китае, в, то есть, на Востоке, да? А дикоинновационные технологии, нам их некуда представлять. Зачем они? То есть, они не встроены ни в какие бизнес-цепочки. Ни по человеческому капиталу, ни по... Поэтому, ну, страна в них не нуждается. Расскажите, про сколько? Что там происходит? Вы знаете... Расскажите, что это какая-то грандиозная афера, на самом деле. Я, ну, я занимаюсь архитектурной частью, да? Надо понимать, что архитектурная часть, это... Там не обязательно потом будут ученые. И даже... То есть, она безотносительна. Поэтому я никак не могу вам сказать про то, как Сколково будет работать, как... Что там сейчас происходит? А что касается архитектуры, там все очень интересно, потому что мы просто давно... Давненько мы не строили городов мечты. Вот в 60-х годах. Сейчас мы сидим и строим город мечты, вернее, его проектируем. У нас есть градсовет. Туда собрали всех лауреатов Прискровской премии. Все сидят. Ну, то есть, не всех, но там четыре лауреата Прискровской премии. Это неважно. Кацун Сидзима, Рэм Коухас, Пьер де Мирон, значит, Дэвид Чипперфильд. Да. И есть некоторое количество, ну, как бы, наших. А наших-то? Ну, архитекторов там практически нет. Там только Юра Григорян, прекрасный архитектор, там русский. Ну, есть еще Сережа Чобан, который такой русско-берлинский архитектор. Ну, и там какое-то количество, вот, еще, так сказать, какого-то бессмысленного народа, вроде меня. И мы там все сидим и придумываем, так сказать, как будет теперь выглядеть город будущего. Сначала было вообще, мне страшно нравилось, потому что там... Очень интересно, с нуля рисовать. Там мы делали международный конкурс и выиграла такая фирма французская, Ареп, которые придумали, ну, они прям, они такие простые. И был генплан. Значит, нам президент Дмитрий Анатольевич определил пять направлений инновации. Это компьютеры, энергия, биотехнологии, ядерные исследования и космос. Как это, в принципе, работает, вот совсем не могу сказать, потому что это очень разные сферы, разные рынки, там, компьютерщики прекрасно встроены в мировой глобальный рынок, а попытки ядерщиков туда строятся, кончаются обвинениями в шпионаже, и, в общем, так сказать, лучше бы они туда действительно не встраивались. Вот. Но, тем не менее, значит, они придумали тогда пять направлений, пять деревень. И они друг между собой связаны дорожкой. Когда они представили этот генплан, я на него посмотрел, говорю, отлично, это Кембридж. У нас пять колледжей, значит, колледжи друг с другом общаются. Вот, давайте речку, пусть они тут плавают. На танцы к ядерщикам пойдем. Да, 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 да. Пойдем, действительно, на танцы к ядерщикам. Вот у нас. Вот пабы, вот они как-то, так сказать, места коммуникации, вот общегородская какая-то штука. Вот. И весь этот план мы торжественно как бы утвердили, и потом стали над ним работать. Результат работы оказался несколько неожиданный. А именно, теперь сколько выглядит так. Там есть вот станция железнодорожная, против станции находится центральная площадь. На центральной площади находится большой кубический объем, такой, этажей на 20, а площадь, ну, такая прям, очень крупная площадь. Слева университет, справа технопарк, то есть офисы. И туда и туда пошло жилье. Значит, вот когда я этот поселок уже в итоге увидел, я говорю, ребят, мы что не делаем, у нас все равно СС-20 получается. Вот райком, вот центр стоит на площади эта штука. Никаких деревень, совершенно четко вот такой город. Ну, как-то так это, понимаете, город это довольно органическая вещь. То есть она растет из усилий многих людей. Сколково это такое место, где я примерно 120 топ-менеджеров. Остальных я не читаю, а вот топ-менеджеров, 120 человек. И их совокупные усилия привели к такому результату. Вот. И мне уже казалось, что пора как-то, наверное, оттуда бежать, потому что что-то не то получается. Потом мы эти куски распределили между пресс-кировскими лауреатами, и каждый из них стал рисовать свой кусок. Вот на прошлой неделе они собрались и собрали все эти куски вместе, до этого они друг друга не видели. Сложили, чудо получилось. Знаете, вот кажется, ну, совершенно элементарная вещь, ну, вот там даже неудобно такие простые технологии использовать. Да, вот чтобы достичь в городе разнообразия и эффективности такой городской среды, вы пригласите хороших архитекторов и дайте им куски, и все получится. Вот никто никогда не верил. А вот, пожалуйста, пригласили, они построили, ну, чудо. Ну, вот просто. И вот мы, когда это в последний раз утверждали, я только единственным кричал, что, ребят, давайте мы только теперь, вот ни в коем случае не будем в это вмешиваться. Вы уже прошлый генплан, вот уже привели к состоянию, значит, этого подмосковного. Вот сейчас отлично, все, ничего не надо больше вот взаимодействовать, все, давайте это утвердим, и прямо вот будем уже теперь конкретные домики разрабатывать. В общем, страшный, интересный процесс. Ну, и там все думают действительно о том, как будут жить новые, замечательные, умные ученые. Причем, понимаете, глубокий скепсис людей в отношении, особенно вот как раз ученых в отношении того, что там будет, это естественное состояние. Как вы помните, Дубная, Зеленоград, это как раз места главной оппозиции советской власти. Здесь тоже Сколково уже заранее, так сказать, его строят, и все думают, какая это чушь, глупость и дурацкий проект. И потом их там туда поселят, и они по-прежнему будут думать, какая это чушь, глупость и, так сказать, несуществующая вещь. Это нормально, это как раз вполне по-русски, очень такое естественное дело. Другое дело, что, ну, знаете, вот я сейчас съездил в Берлин, в Адлерсхоф. Это в Берлине такой же кусок, Академия наук немецкая, и из нее, ну, в смысле ГДРовская, и из нее сделали вот наукоград. Это такая территория, ну, в ГДР все было как-то еще пожестче, там была такая большая территория у стены, где рядом находились три организации. Академия наук, одно здание, казармы Штази, второе здание, и центральное телевидение, третье здание. Закрытая зона, там четыре уровня пропусков. Вот там теперь построен наукоград. Очень красиво. Ну, просто вот европейские конкурсы, замечательные архитекторы, все. Не одного человека. Ходишь по улице, просто никого нет. Одно кафе, очень дешевое, там на три евро можно просто есть, да, а там сидит какой-то один унылый стартап, и что-то такое у себя в компьютере пишет. Нет никого. И вот это вот, как бы, это сказать, раение инноваторов, которые друг с другом общаются и как-то обладают друг друга идеями, не происходит. Просто совершенно пустые улицы. Значит, я встречался с управляющим этим городом. Говорю, слушайте, а где люди? Что это у вас вот на улицах никого нет, и нету какой-то вот жизни культурной? Он говорит, а что им по улицам ходить? Они работают. Они в здании. Говорю, а как же вот неформальное общение между инноваторами? Говорят, есть, есть. Вот у нас из комнаты 327 произошло неформальное общение с комнатой 318. Они вообще из разных организаций, а вместе создали проект. Вот это вот неформальное общение. Поэтому, ну, как бы, меня это немножко потрясло, потому что это очень успешный проект. Они начинали, они сделали из Академии наук, ГДР, там было 6 тысяч человек, они сократили 4,5 тысячи. Полторы тысячи, полторы тысячи оказалось нормальных ученых, остальное было управление. Ну, как это такое... Управление всегда такое зараза пристало. Да, полторы тысячи нормальных, 4,5, то есть 3,5 управления, да. Вот. И из них они сделали 80 фирм. Это было, соответственно, 10 лет назад. Сейчас у них 800 фирм. Вот из этой же вот... То есть это можно сделать. Даже, ну, вот, казалось бы, из такого странного материала. Спасибо большое, Григорий, еще бы разговаривали и разговаривали. Да я слушал и думала, надо сделать это две передачи. Говорить больше, а потом нарезать пополам. Спасибо. Подождать не следует. Мы обсуждали вещи, ну, в общем, довольно грустные и иногда страшные. Вот о состоянии, там, страны, о феодальном способе управления, о некоторых отсутствиях перспектив. При этом мы делали это необыкновенно уютно. И, может быть, это такое вообще общее свойство, что все, как бы, кажется, в целом очень страшно, а каждые локальные встречи, беседы, они очень приятные и уютные. И тогда даже возникает ощущение, что, может, не все так страшно и не так бесперспективно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова